друзья привет саша иванов живу на земле сегодня мы с вами на волге недалеко от твери и поговорим про такую эффективную оснастку как отводной поводок для ловли на спиннинг окуня отводной поводок это такая оснастка которая позволяет начать ловить на спиннинг точно быть с рыбой и вообще в дальнейшем также может быть и продолжить ловить с этой оснасткой очень часто встречаю людей на берегу кто ловит на отводной поводок начиная от школьников среднего возраста и даже дедушки уже очень часто ловит с данной оснасткой потому что это реально приносит рыбу это интересно это эффективно сейчас мы с вами свяжем саму оснастку поговорим про технику ловли есть рыбалка на спиннинг подразумевает что это активный вид ловли и когда ты постоянно перемещаешься по берегу ищешь рыбу друзья в рыбалке не должно быть никаких ограничений в первую очередь это отдых на реке а во вторую очередь уже все остальное и конечно же отдыхать на реке будет гораздо интереснее если снасти ловит рыбу если рыба есть и можно вечером ее приготовить и поесть саму оснастку вязать обычно начинаю с отвода под груз использую леску 0304 миллиметра а на поводке песку от 016 до 02 в основном 0 1802 когда леска для отвода под груз толще чем леска поводка то гораздо меньше перепутываний еще если сделать отвод вдвойне то бы вдвойне эффективнее беру самый обычный вертлюжок продеваю в леску вот данный момент у меня 04 леска та же самое что используется на донг и на конце вяжу просто двойной узел хвостики петельку раз два и затягиваю грузики чаще всего используются в районе 10 грамм тут надо смотреть по своему удилищу удилище подходит абсолютно любое и спиннинговые даже фидерная но вот сейчас я буду ставить 18 грамм груз мне хочется попробовать здесь половить вдалеке вдруг рыба отошла от берега и заброс может быть метров на 50 70 удастся сделать иногда окунь конечно стоит прямо около берега его коротенькой удочкой удобно ловить с грузиком 5 грамм вот такой груз прикрепил просто завел в петлю и вставил его в петлю из лески тут у меня вертлюжок и вот этот вертлюжок к тому же ушку где крепится груз привяжу основную плетенку а вот к этому отводу привяжу сам поводок с приманкой длина поводка в данном виде ловли она скорее будет зависеть не от каких-то сантиметров от удилища которым вы ловите проще всего сориентироваться сделать длину поводка равную половине длины удочки это получается если у вас удилище 240 то поводок делаем длиной метр двадцать а если удочка вот сейчас как у меня 260 то где-то это выйдет метр тридцать даже можно совсем освободиться от сантиметров я возьму удочку приложу к середине отмотаю леску оставлю сейчас чуть-чуть еще запас на вязание узлов крючок нужно же привязать и привязать еще к вертлюжку и вот такой длины получится поводок длина поводка это не постоянная величина в том плане что можно делать поводок чуть длиннее чуть короче вообще когда начинаешь ловить и иногда появляются какие-то личные ощущения когда думаешь ну что-то вот не могу вот слишком длинный поводок значит надо укоротить или наоборот смотришь думаешь ну как так так близко к грузу идет приманка думаешь а вдруг это пугает ну значит надо удлинить то что длина половина удилища это первоначальный ориентир чего стоит начать а дальше уже по чутью по своему по обстановке тем более бывает на каменистых каких-то участках гораздо удобнее ловить с коротким поводком чтобы четенько тут 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 тихонечко по дну стучать и все микро колебаниями мелкие движения передавались на приманку а если ловить на чистых каких-то участках как сейчас будем здесь ловить тут вообще применимо проводка там два оборота паузы когда приманка с грузом она взлетая в толщу воды потом свободно падает взлетает свободно падает про проводки сейчас конечно же тоже поговорим неведомый закон природы когда-то приезжаешь на рыбалку с маленькой коротенькой удочкой ловить рыбу около берега она вся где-то в середине там причем ок у него хорошо видно он когда активно питается он плещется а когда приезжаешь длины удочки бросать куда-то прям далеко вот всплески рыбы в метре буквально от берега поэтому рыбалка она никогда не надоедает каждый год все по-разному каждый выезд это новые какие-то события новый опыт новые наблюдения приманки используются чаще всего в длине 58 от 5 до 8 сантиметров такого фасона и с хвостом и без хвоста тут уже опять же к чему у вас лежит душа мне нравится у меня чаще клюет как мне кажется на зеленые коричневые какие-то темные тона и тут же я встречаю в рыболовов на берегу который ловит на яркие желто зеленые приманки и у них тоже есть рыба вообще вот эта оснастка отводной поводок тут даже если где-то ты совершишь явные ошибки рыба все равно будет например ловля на джиг там малейшая ошибка и у тебя не будет никогда поклевок что касается отводного поводка все равно какое-то количество окуней будет поймано как минимум поклевки будут как минимум будет опыт и понимание того чего что нужно исправить например если происходит постоянные сходы то нужно поставить побольше крючок окунь никак не боится крючка абсолютно поэтому выбирая крючок под приманку я стараюсь ставить лучше больше чем меньше вот сейчас покажу приманку на все этом крючке а все ты крючок позволяет иметь меньше зацепов чем открытый открытый крючок конечно же лучше срабатывает на подсечке зацепы в реках присутствуют какие-то палки деревья какие-то камни что-то там крючок часто за что-то цепляется и вот размер крючка я бы сказал это минимальный размер для данной приманки если крючок будет меньше то мало того что будет много холостых поклевок еще и сама приманка чувствует себя не очень стабильно в воде когда у нее недостаточно огрузка вот форму крючка сам крючок он придает и некоторую стабильность и тогда рыба она более заинтересована в стабильной приманки тут аналогия такая же как когда нам в комнате хочется поймать муху которая летает вот рыбе хочется поймать приманку ну так как не все можно съесть и догнать то она выбирает наиболее стабильно движущиеся объекты во первых ей нужно убедиться что это живой объект во вторых убедиться в том что она реально сможет его поймать вот представьте комната в ней летает муха и мы хотим поймать ее руками если муха летит каким образом постоянно меняет скорость движения траекторию мы будем просто наблюдать ну нереально сосредоточиться и пробовать схватить ее а если она летит или равномерно то нам легко сосредоточиться и попробовать ее об поймать на ее траектории рукой поэтому когда мы делаем проводку да она может быть любой но она должна быть более-менее повторяющейся чтобы если рыба наблюдает за приманкой чтобы она могла сориентироваться в какой момент можно ее подловить вот если есть камни в реке то два-три оборота пауза грузик приподнимается одна и потом падает ты его не ощущаешь как и он просто между камней может упасть и зацепиться и можно все оборвать если на реке ко мне просто по одну по чуть-чуть вот так вот протаскиваем и чувствуешь камушки вот там тык камушек да тык чувствуешь если уперлась то маленькую так взял так вот так 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 поддернул вверх да и камушки эти прошел если дно более-менее свободное то можно вот там раз два три по активной рыбе самые лучшие будут проводки когда быстро делаешь проводку но паузы все равно остаются потому что груз падает на дно и приманка еще она на поводке же на длинном она еще продолжает тоже движение купа прям под берегом клюнул прямо под ногами начинал ловить когда на отводной поводок у меня было две проблемы первая проблема это после джиговой ловли я никак не мог понять как управлять приманкой потому что на подвесе у тебя получается груз а приманку ты не чувствуешь потом я понял что нужно управлять грузом как будто бы это твоя приманка и тогда все пошло нормально а вторая проблема была это огромное количество зацепов и обрывов и вот с валерой мы тогда ловили и валера говорит слушай не переживай будет чуть позже у тебя будет со временем меньше будешь отрывать я сначала не мог в это поверить думаю как с чем это будет связано а так оно и вышло чем дольше ловил на отводной тем меньше было обрывов потому что начинаешь более более аккуратно прощупывать но и в тех местах где что-то тык тык ты не сразу сделаешь подсечку а как-то в общем легче работаешь ребят кто купил какие-то приманки и снасти для отводного платка и пошел их сразу на реку оторвал не расстраивайтесь так сильно попробуйте еще разочек попробуйте только мягко все делать не думайте о том чтобы поймать рыбу думайте о том как дно пройти так чтобы без обрывов а рыба она сама придет ребята тут это случилось возить непредсказуемо сейчас поймал пару окуней и на отводной поводок поймал леща варить у него какой рисунок здесь интересный лещ причем такой вообще нормально что-то в каких-то подтеках правда он взял недалеко от берега может быть вы меня конечно не поймете он похоже еще и с икрой я его отпущу вот это дела вот это вот это рыбеха на донке такие не часто клюют я приехал за окунями друзья за лещами приеду ловить донками или фидером больше двушки толстый такой а этого отпустим слышал что на отводной ловит лещей ну бывает попадаются у самого впервые такая ситуация хожу гуляю по реке ищу нормального окуня это это необычное происходит сегодня уже в сумерках еще парочку поймал посмотрим у рыбы вообще тоже есть свои представления о рыбалке и иногда она не против тогда ловится бывает и по 15-20 рыб оставляясь даже с учетом того что маленьких отпускаешь вай крупная рыба ловится на отводной поводок всякое случается а бывает просто небольшие поддергивание поклевки какая-то мелкая рыбка попадается это значит что нужно просто приехать другой день самое главное знать как ловить что делать как вязать оснастку и бывать на реке друзья всем добра здоровья успешных рыбалок приятного отдыха с вами саша иванов живу на земле до новых встреч пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok